Приветствую вас. Я думаю, честно говоря, что первое необходимое действие, предпринятое вами, должно быть пересмотром вообще целей ваших отношений. То есть, условно говоря, для чего вам отношения, в принципе, как таковые. Зачем они вам нужны? Вот. Это, пожалуй, самое главное. Это первое и самое главное. Потому что, понимаете, вы говорите, что вы боитесь, что отношения ничего не дадут. Но они, как бы, не должны вообще-то ничего давать. Если так подумать. Но не должны ничего давать. Отношения не дают. Вы в отношения вкладываетесь. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать отношения, как своего рода инвестиции. Это крайне деструктивные и обесценивающие взглядные отношения. Любые. Кроме коммерческих. Понятное дело, коммерческие отношения, это, там, немножко другая история. Кхе-кхе-кхе. Вот. Это первое. Второе. Если вы не чувствуете любви к первому и к одному мужчине, да, то хотелось бы понять, для чего вам отношения. Для чего вам мужчина. Например. Вот. Браво какая штука. Сейчас, если у вас нет, эм, штуть. Суть. То зачем. Вам в отношения. Знаете. Такая вот столь. Такой вот момент. Второй. Вы видите, что вы сами, значит, эм, верующие, а ваш парень не верующий. Вот. Насколько, 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 Случайным, Насколько случайным, Вы считаете, то что у вас Мужина не верующий. То есть, почему вы 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 выбираете себе человека, да, ммм, Который Вам не подходит. Ну, По взгляду. Судя по Судя по Ну, судя по тому, что вы пишите. Как у вас с ним Отношения Развились Дальше. Идем. Так, эээ, я начал общаться с парнем, так, с которым у меня мало скотчик интересов. А зачем вы тогда общаетесь с ним? Значит, отношения стали становиться более близкими. Опять же, Вы 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 Пишите так Как будто отношения, это что-то, это что-то отдельное от вас. Вот. Развивайте Возьмайте Если Вы устраиваете отношения Вот Вы Вы устраиваете отношения Сами сами что это на отношении это то что зависит напрямую от вас дело в том что я веруюсь а он нет и он не знает об этом думаю его новости верующего и нет с каких пор вера определяет возможности отношения недавно нашли в церкви появился новый парень и стал интересен с чем любви не чувствую никогда не ко второй ночи но это придется начать встречаться с первым почему придется для чего отношение для вас как будто это не свобода почему так значит потому что мы очень разные и во втором я не уверена потому что еще не узнал его хорошо что делать в этой ситуации но вам вид по хорошему состоянию уверенностью поработать бы надо потому что судя по всему вы не уверены что это сами и не очень понимаете для чего вам отношения вот понимаете какая штука и это то что нужно исследовать знаете вам что именно делать в этой ситуации взять тайм аут разобраться в обоих и сказать например и так далее это вы решите уже сами после после работы с психологом например как вариант уху вот так на этом все если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку выбирать помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи удачи вам